Здравствуйте, как вам будет поддержка болельщиков? Мы прилетели вчера, сегодня было очень приятно, что встретили дружелюбно и болели за хоккей. Я так понял, что публика в Уфе разбирается в хоккей, поэтому поддерживали и нашу команду, и команду соперника Металлург. И хорошие моменты, аплодировали, все приятно. Атмосфера хорошая, мне очень приятно снова вернуться, где меня связывают очень счастливые моменты в моей жизни, поэтому с хорошим открытым сердцем я приехал сюда. Что вы можете сказать об уровне хоккей все-таки? Очень интересный хоккей был сегодня, показательный, особенно для нашей команды. Я думаю, что мы видим наши проблемы, еще работы много, поэтому будем идти к цели постепенно. Что вы ждете от этого турнира, на котором предпускал Чумска, в таком составе, вместе с вами в Кубке президент Кубки Республики участвует впервые? Впервые, да. Очень интересный турнир, много команд хороших, все команды хорошие. И на краткосрочном отрезке мы должны сыграть 4 матча за 5 дней. Нагрузка достаточно большая, мы будем проверять и молодых ребят. Привезли сюда 6 пятерок, чтобы уже дать возможность ребятам помоложе, из молодежной команды, из высшей лиги, почувствовать уровень КХЛ. В основном акцент, конечно же, на нашу команду, на наш стиль, на нашу философию, на нашу подготовку. А соперника уже будем разбирать чуть попозже, наверное, уже ближе к чемпионату. Чем вы вообще в рамке фаворита на турнире участвует? Кто нас поставил фаворитом? Скажем так, спортивные журналисты. Ну, вы знаете, если так, это просто такое, скажу, жесткое пренебрежение к обладателю Кубка Гагарина, с которым мы сегодня играли. Мне кажется, и Металлург, и Салават, и Иго с Атлантом тоже хорошие команды, поэтому говорить, что СКА фаворит, я бы не стал. Адлант Критович, вы соскучились по работе в КХЛ в те же время достаточно? Ну, вообще, я от хоккея не отходил, то, что по повседневной работе, безусловно, соскучился, и с удовольствием сейчас это время, ну, так, плодотворно, и выберу. Команда интересная, игроки хорошие, тоже интересные, мы собрали тоже достаточно профессиональный тренерский штаб, у кого стопорно поддерживает, поэтому все есть для того, чтобы добротно поработать. Санават, шестерка получилась? Да. В каком матче? Пока не хочу говорить, потому что может все измениться, по ходу турнира, но все ребята, которые приехали с нами, они получатся высшим, безусловно. Санават, вы качете, вы курили мнение, что с УДООХу приехали на парт, чтобы удачный сезон славился? Что для вас площадка удачная? Вы знаете, после того, как мне было предложено возглавить клуб СКА, уже этот турнир значился, поэтому здесь не надо мне припасить. Спасибо. Санават, на фоне чемпиона всегда интересно смотреть свою команду, что вы видели, что не хватает, чем в работе. Магнитка, это ориентир, это ориентир. Были хорошие моменты, видим над чем работать, и действительно, на уровне магнитки мы можем четко просматривать, где и над какими моментами нужно работать. Как вам тройка мазаки на фоне заряда? Как стрелы удаваться? В общем-то, у чемпионаст игры по чемпионсу вам по поводу. Да, действительно, это мастера, с ними давно уже знакомы и очень близко. Будем стараться как-то нейтрализовывать, постараемся, будем изучать и предлагать варианты игры. Ваши первые тройки, Гвальчук, Швер, Тихоль, как она смотрелась? В общем-то, кину под них всегда возникает, если вы подставляете. В общем-то, может быть, не так пошла она куда-то. Ну, не всегда. Я не думаю, что сегодня Майк под кого-то что-то делал. Мы также не старались никого подставлять под какие-то пятерки. Нам важно, чтобы взаимопонимание в тройках уже ходили ребята. Поэтому не стали ни тасовать, мы не будем тасовать. Важно, чтобы они обрели уверенность и взаимопонимание. Это нарабатывается, в общем-то, часами и играми. Через игры, да. Поэтому что-то получалось, у них были неплохие моменты. Где-то были, конечно, и пропуски. Но здесь я бы смотрел в целом командное взаимодействие в пятерке, чем какие-то тройки. А Шпачевский, это, наверное, все Николай, вы привыкли все их связки? Да, я знаю, и мы в свое время их привлекали в сборную команду в тандеме. Но просто то, что в нашей команде появился Евгений Дадунов, нам дало возможность, в общем-то, попробовать вот такое сочетание. И мне оно очень импонирует. Это очень интересные игроки. И, да, и они достаточно быстро находят друг друга, что очень важно сейчас, абсолютно, какие. Будем пробовать пока эти сочетания. По защите у Монор-Рясенского второго шара в стадии, какие, может, ясно, как вы считаете, проявления? Женя, в общем-то, известный игрок, и как игрок достаточно хорошего уровня, поэтому к нему каких-то нареканий у меня нет. Но в целом, я еще раз хочу это повторить, если мы будем приходить на имена, то это неправильно. Тут сейчас надо рассматривать все в целом командное взаимодействие. А Женя, один из ребят, который сегодня неплохо выглядел. Но сегодня тяжеловато было. А дальше кого-то прибавлять? Ну, надеюсь. Тут не то, что прибавлять, нам важны взаимодействия, опять же, еще раз повторюсь, в целом. В змеях и в пятерках. Ну, конечно. Да, да. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое.